В конце 60-х Советский Союз раскачивали хитмейкеры Дос Мукасан. Теперь же про авторов казахских шлягеров снимают биографический фильм под одноименным названием. Напомним, когда-то студенческий отряд Казахского политехнического института строил дома в Баянауле, повсеместно давал концерт. Там же и основали Дос Мукасан. Кстати, аббревиатура состоит из первых слогов имени создателей. Доса Масулеева, Мурата Кусаинова, Камита Санбаева и Александра Литвинова. Мы хотим показать первые 7 лет существования группы, потому что это были именно те основатели, которые стояли у истока. Конечно, мы консультировались с основателями, мы вдохновлялись их рассказами, читали все книги, которые о них написаны до сегодняшнего дня. Ну а теперь встречайте киношный Дос Мукасан. Это исторический момент. И от этого еще волнительнее. Ведь мне досталась роль солиста группы. Это большая ответственность. Я вообще музыкант, профессиональный барабанщик. Вот, собственно, и барабанщика играю, как ни парадоксально в фильме. Наверное, каждый актер хотел бы отсняться в такой картине, которая непосредственно уже оставила такой исторический отпечаток. Вот, и... Кстати, к касту подошли более чем ответственно. Важны были не только внешние сходства, но и музыкальные способности. В подборе участие принимали и сами легенды. Я слышал, что Мурат Кусаинов не спрашивал про меня, то есть кто его играет и так далее. А вот Дос Магай сразу же поинтересовался, что за актер, и попросил отправить фото. Но после того, как увидел Мейргата, то остался очень доволен. И еще одно важное примечание. Все выступления актеры исполнять и играть на инструментах будут сами. Арчибальда это тоже касается. Насчет голоса, ну, я скажу так, наверное, откровенно. Если что, если что, но мы будем стараться. Есть дубляж, если что. А так мы будем стараться, потому что перед нами есть задача, мы будем ее выполнять, как уже сказали ребята. Мы будем ходить на курсы, чтобы играть, допустим, я пока на гитаре не умею играть. Кстати, в одной из сцен была замечена и Зухра Сайпи. Она играет жену Мурата Кусаинова в молодости. Так что вот так. Пока закончился зимний съемочный сезон. Продолжат в апреле 2021-го. Ну, а ребятам за это время предстоит огромная работа. Зовут, зовут, зовут. Солнце уходит, посолку 100 человек снимает.